Так, ну я так понимаю, что меня особенно представлять не надо, так? Если надо, то скажу, что зовут меня Неращенко Антон Юрьевич, я советник министра внутренних дел, также временно кандидат в депутаты Верховного Совета Украины по списку партии Народный фронт. Сегодня наш штаб пригласил желающих встретиться, чтобы я мог рассказать о том, что такое наша партия, рассказать о работе в Министерстве внутренних дел, борьбе с терроризмом, той войне, которая у нас идет с Российской Федерацией фактически. Я присаживаться не буду, а то засну, не дай Бог, поэтому буду выступать стоя. Значит, ну о себе коротко, я 79-го года рождения, из города Харькова, с 19 лет меня нелегко затянуло в политику, я избирался депутатом местных советов, 23 года был уже депутатом городского совета Харьковского, 25 лет после поморачивания революции меня оценили и назначили главой одного из районов Харьковской области, я стал самым молодым главой района администрации, пытался построить Европу в один взяток в Красноградском районе, не получилось, потому что в отдельно взятом районе ее построить невозможно, надо делать правильный закон для всей страны. После того, что я отработал 5 лет в районе, после прихода Януковича, я с ним был не согласный и ушел с работы главой администрации, 4 года занимался предприимательской деятельностью, и когда начался Майдан в Киеве, а я всегда знал, что так и будет, что он будет обязательно, что нельзя грабить свой народ, жить в роскоши, а при этом не давать возможности людям развиваться. После этого Майдана я пошел работать вместе с Арсеном Борисовичем Иваковым, Министерством внутренних дел, Министерством внутренних дел. С марта месяца работаю советником Министерства внутренних дел, по связям с общественностью, по особым поручениям, назовем это так, и так далее. Мариуполь очень люблю. Говорю так не потому, что я люблю в каждом городе, а потому, что я действительно в этом городе был много-много раз. Знаю и улицу строителей, и проспект Металлургов. Просто очень хорошо знаю ваш город, так сложилось, что мой бизнес тоже был связан с Мариуполем. Пребывал здесь, наверное, раз 50. Ну а самое главное, что весной этого года мне достоилась честь быть разработчиком плана, одним из разработчиков плана по освобождению Мариуполя от террористической группировки, захватившей его после событий 9 мая. Я, кстати, тот человек, который занимался созданием добровольческих батальонов, в частности, тот самый батальон «Азов». Я его формировал сначала в Киеве, потом здесь, и другие добровольческие батальоны. У меня даже доказательства есть. Мне вот часы подарил Турчинов главы Верховной Рады за успехи в формировании добровольческих батальонов в билиции Национальной Гвардии. Батальон «Донбасс», кстати, я тоже его формировал, знаменитый, который понес большие потери, и геройски сражался под Мариуполем, ой, под Лиловайском, прошу прощения. Думаю, что я коротко выступлю, расскажу о том, что такое наша партия. А в дальнейшем вы зададите вопросы, которые вас интересуют, по всем сферам жизни общества. Начинаю образование, заканчиваю социальными вопросами и так далее. Ну, начну с того, что почему вообще идут сейчас эти выборы и зачем они нужны. Я хочу сказать, что Верховная Рада, вы знаете, это главный законодательный орган страны. Какие законы она принимает, по каким законам живет страна. Верховные Рады, начиная с 91-го года, все президенты старались подломать под себя, чтобы она голосовала так, как нужно, за те законы, которые должны были президентами. Это неправильно. Верховная Рада – это самостоятельный законодательный орган должен быть, который от имени народа принимает полезные и нужные законы, направленные на развитие всей страны. В то же время, та Верховная Рада, которая существует сегодня, она была подобрана Януковичем под себя. Там очень много депутатов, которые избирались под давлением, с угрозами, за подкуп. И там очень много равнодушных людей. Почему равнодушных? Потому что эти люди не остановили вовремя Януковича, который сконцентрировал в своих руках огромную власть, которая ему не была дана по Конституции, и довел страну до того, что люди восстали против него. Восстали против той коррупции, того беспредела, которое организовала он и его семья, отбирая бизнесы у тех и иных людей, не давая возможности развиваться, свободно дышать людям. Вы можете со мной кто-то быть не согласен, или выскажите вашу точку зрения. Я хочу еще раз сказать, Янукович – это было зло для нашей страны. Это человек, который решил, что он может один решать, как нужно для Украины. Сначала он заявил, что мы идем в Европу. Полгода по всем телеканалам его министры выступали, или как это хорошо. Потом в один день он сказал, нет, мы больше не идем в Европу. Я тут повстречался с Путиным, на дачке выпили чаю и решили, что уже надо идти ближе к России. Украина никогда не была независимой по-настоящему, думай, дамы. Всегда Украина и управляла Россия, опоследованно через газовые рычаги, через вентели, через экономическое влияние, через то, что внедряло на высокие посты своих шпионов. Я всегда привожу пример, что последние два министра обороны, Калинин, Лебедев и Соломатин, они сейчас находятся в Москве. Соломатин был вообще до 2006 года гражданин Российской Федерации, потом в один день сделали паспорт, потому что он в Верховную Раду избрался. Много таких людей были, которые работали не на Украину, а на Россию. И плюс к этому все эти годы велась огромная пропаганда России. Видели, что показываются телесериалы, где милиция в России хорошая, прокуратура честная, судьи тоже молодцы, а в Украине все плохо. Украину постоянно извне разрывали, сталкивая лбами восток и запад. Хотя хочу сказать, что были политики, и есть до сих пор Верховной Раде, которые активно помогали и содействовали в этом России. Например, я не могу понять, зачем было нужно сразу после Майдана, в первые дни предлагать проголосовать закон за обмену статуса русского языка. Я сам всю жизнь я буду на русском языке, хочу можно разговаривать на украинскую мову, вильнюю. Але не нужно пытаться сделать вид, что только от языка есть проблемы. На мой взгляд, гораздо больше проблем экономических. Что стипендия студентов невысокая, что пенсия у пенсионеров маленькая, что вы сейчас учитесь в университете, не знаете, где вы будете работать, когда вы его закончите. Вот это проблема. Потому что не будет у вас нормальной работы, не сможете создать хорошую семью, не будете жить в прымах у родителей или снимать, потратя последние деньги на квартиру. Это главная проблема. Так вот, Россия под руководством Путина делала все, чтобы Украину держать на коротком поводке. Я не знаю, вы, наверное, в 2000 году еще не интересовались этими вопросами, но была ужасная реклама, запущенная по телеканалам, когда Янукович избирался первый раз. Там страну поделили на три сорта. Показывалась Украина, западная первый сорт, центральная Украина второй сорт, юго-восточная Украина третий сорт. Вот тогда была заложена основа, трещина между Востоком и Западом. Искусственно заложена. Потому что люди в Украине в 1991 году, когда она осталась независимой, не было этой ненависти. Ее специально здесь насаждала Россия. Для того, чтобы иметь возможность дергать за крючочки. Особенно это было хорошо, и проявлялось в Крыму, где стоял Черноморский флот России. Где там был договор, что он будет до 2017 года стоять. Янукович все сделал для того, чтобы он там продолжал стоять. Это был троянский конь, который по итогу сыграл свою роль. И 26 февраля русские вышли со своей базы и начали захватывать весь Крым у нас. В тот момент, когда Украина была слабой. В тот момент, когда никому было его защищено. Фактически сейчас мы расплачиваемся за то, что 23 года все президенты и все Верховные Рады этой страны занимались грабежом этой страны, а не укреплением его вороноспособности. Есть такая фраза, которая заключена в ней смысл происходящего. Тот, кто не хочет кормить армию, тот кормит армию чужую. На сегодня вы знаете, у нас практически состояние войны с Российской Федерацией, которая не оглашена. Вчера погибло 7 человек, если считать по прямому, с этого места, наверное, 12-13 километров в поселке Сартанах. 7 человек погибло, из тех, кто пришел на кладбище похоронить своего товарища. 18 человек ранен. Это такая защита русскоязычного населения со стороны Путина. Это ужасно. Но на сегодня есть как есть. И я хочу сказать, что у нас есть независимость Украины. У нас есть возможность построить здесь нормальную страну. Мы должны эту независимость защищать. Мариуполь никто сдавать не будет. И я думаю, что в ближайшее время никаких нападений дальнейших со стороны России не будет. Постепенно через санкции, которые ввело мировое сообщество, Путину зажимают разные места в тиски. Сегодня утром у меня радовала новость. Нефть стоит 83 доллара за баррель. Я скажу, что она стоила еще 3 месяца назад около 110 долларов. А в бюджете России заложена цифра 106 долларов, которая позволяла им за счет нефти финансировать свою армию, финансировать бюджетные структуры, пенсии и так далее. То есть Россия уже становится в неприглядном экономическом положении. Это и есть хорошо для нас. У нас же в Украине есть вся возможность сделать из нашей страны процветающее европейское государство. Многие из вас, наверное, все-таки удавалось выехать посмотреть, как живет Европа. Были в Польше, например, да? Кто-то был в Польше? Поднимите руку. О, Польша. Видели? Видели, как в Польше качество дорог? Какое качество муниципалитетов? А ведь эта страна, она после того, что там было тоже социализм, она была в еще худшем состоянии, чем Украина. Еще беднее. Поляки в 89-90 году приезжали к нам покупать, кушать, потому что у них даже кушать не было чего. Но в итоге поляки стали членами Европейского Союза, развивают экономику, создали возможности инвестиций, а мы нет. Потому что нашу страну грабили и пока продолжают грабить. Для того, чтобы все это изменить, нужно, чтобы в Верховную Раду пришли неравнодушные люди, которые переживают за свою страну и которые наведут порядок как в экономике, так и в сфере обороны. Значит, ну, вы здесь можете думать, вот он тут пришел, нам много рассказывает, а ведь все что-то обещают, все что-то рассказывают и так далее, а мало что потом делают. Ну, я хочу сказать, что только что встречался с Сергеем Алексеевичем Тарутой, он тоже баллотируется в депутаты Верховной Рады, я по списку иду в партии Народный фронт, он как мажоритарный кандидат по центру Мариуполя. Вот Сергей Алексеевич может много рассказать, как мы с ним вместе планировали освобождение Мариуполя, как мы с ним вместе выбивали из Министерства обороны оружие, для того, чтобы наши ребята из батальона ВАЗОВ, которые еще три месяца назад были босяками, бегали на Майдане, стали реальными бойцами, которые пошли на штурм цитадели террористов на улице Греческой, снесли их на несколько часов и очистили город и дали возможность вам спокойно жить. Поэтому я хочу сказать, что дела наши идут впереди нас, только не все они могут знать, что многие дела до сих пор остаются засекреченными. И когда несколько дней назад погибает какой-нибудь террорист от взрыва в поселке Терманово, то тоже понимать, что это тоже происходит неспроста. Я также хочу сказать, ребята, что в Украине может быть все хорошо, если мы все будем стремиться объяснять всем нашим ближним, что нужно прекращать голосовать за тех, кто покупает голоса. У вас есть пожилые бабушки, дедушки. Не секрет, что многие кандидаты до сих пор пытаются скупать голоса, предлагая то ли паек, то ли деньги, то ли рассказывают, что они покрасили подъезд краской, проголосуйте за меня. Те, кто так делают, это люди, которые не любят Украину, которые любят только себя и которые идут в Верховную Раду дальше грабить. Тот, кто потратил миллионы долларов на выборы, тот хочет их вернуть. Поэтому мы, кандидаты от партии Народный фронт, действуем словом и действуем, говоря правдой. Я иду в Верховную Раду с компанией сильных людей, преданных делу независимой Украины. У нас в списке идет Татьяна Чернову, маленькая хрупкая женщина, к ней можно по-разному относиться, тем не менее, она тот самый человек, который пока все сидели по кухне, мы боялись, и говорили, что Янукович навсегда. Она перелезала через заборы в Межегорье, сухолучья, фотографировала роскошь, в которой живет тиран, и рассказывала об этом всему народу, готовя то народное восстание. Она потеряла на этой войне самое дорогое своего мужа, который пошел добровольцем батареона Зуб, я узнал, Николай Березовой, он погиб 10 июня под Иловайском. В основном идут в списке такой человек, как Андрей Порубей, кандидант Майдана, который уже 18 лет, еще при Советском Союзе, имел смелость брать флаг Украины и ставить его на знание Львовского горсовета, когда другие просто шушукались по ночам, боясь слова сказать «неизвестимая Украина». В основном в списке идет Вячеслав Кириленко, это человек, который еще в 90-м году поднимал студенчество на борьбу с системой, создал первую революцию на Граните. Провозвестник Майдана в летом 90-го года и добился увольнения тогдашнего еще советского премьер-министра. Со мной в списке идут неординарные люди, такие как Александр Турчинов, Арсений Яценюк, это премьер-министр и глава Верховной Рады Украины. Глава Верховной Рады Украины Александр Турчинов взвалил на себя всю ответственность за ситуацию в стране после бегства трусливого диктатора Януковича. Тогда никто не знал, что дальше будет в Украине. Он сказал я готов взять на себя ту ношу, я готов обеспечить свободные, честные выборы президента. Вы знаете, что такие выборы прошли. Те, кто уже у вас все, в принципе, достигли 18 лет, голосовали, может быть, или могли проголосовать, хотя в Мариуполе это было затруднительно из-за того, что его захватили террористы. И мы получили себе законно избранного президента, который ведет нашу страну. Он тоже ошибается, ему есть тоже много вопросов, но поверьте, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Также Арсений Яценюк взял на себя ответственность быть премьер-министром Украины в это не самое благодатное время. И он еще тогда сказал у нас будет правительство Камикадзе, потому что нас все будут критиковать за все. Это правда. Но я хочу сказать, что нужно ценить и уважать тех, кто не отсиживается по норам или не занимается дешевым самопиаром, бегая с вилами по стране, а тех, кто говорит людям правду и тех, кто делает реальные дела. Я думаю, что у вас есть много вопросов о том, что происходит на Восточном фронте, о том, что происходит в войне. И я, кстати, приглашаю вас сегодня, кто хочет помянуть последнее слово погибших, невинных людей, которые в Сартане убили русские войска и их террористы в 5 часов сегодня на площади Ленина. Прошу вопросы, я прошу не стесняться. чем больше вы задаете вопросов, тем больше вы получите ответов. Иногда на один вопрос я могу дать даже два ответа. Поэтому прошу, я расскажу вам то, что вы не знали, но хотите узнать. Пожалуйста. кто первый? Я бы хотел спросить, дело в том, что на карте СНПО присутствует голубая линия. И я задаюсь вопросом, в принципе, как и интернет-сообщество тоже задается, что именно за эта голубая линия, которая тянется до Мариуполя, Донецка? Значит, давайте говорить так, что, как Путин планировал, я отвечать буду пространно, но чтобы все понимали много, владели информацией, что если ты владеешь информацией, то ты можешь для себя делать правильное решение выводы. Путин готовил нападение на Украину 10 лет, чтобы ни у кого не было иллюзий. Он его готовил с 2004 года, когда победил поморачивая Майдан, Янукович первый раз и стал президентом. Генеральный штаб Российской Федерации разрабатывал схемы, как нападать на Украину, если это потребуется. И это при том, что официально декларировалось, что это братская страна. Ну, как знаете, на нас не может напасть Китай или Япония, они далеко. Но наши генералы, наши президенты, они почему-то никогда не задумывали, что если у нас будут проблемы, то они в первую очередь будут с Россией. Так вот, Федеральная служба безопасности все эти годы вербовала шпиона. Например, все видели такого Губарева, он здесь, да, человек-наркоман, отбедный причем, да. Его завербовали в России еще порядка 5-6 лет назад. Почему я это знаю? Мы его арестовали с самого начала, в марте еще в Донецке, а потом мой товарищ его следствие по нему неоднократно общался, он рассказал все, как это было, что ему предложили быть спящим агентом, который в нужный момент получит деньги, получит команды и должен будет поднимать народ. Чтобы это тоже понимать. Такие же люди вербовались и другие города, в Мариуполе в том числе. Потом они все полезли, как таракады из щелей и отвечают «Слава России! Нет такой страны, как Украина!» и так далее. Все это готовилось заранее. Сначала Путин забрал нас в Крым. В Крыму, будем говорить откровенно, больше половины граждан были так зазомбированы, что действительно хотели в Россию. В том числе там есть еще проблема, что коренное население Крыма, Катары, в 1944 году были вывезены в Сибирь, в Казахстан и были завезены жители русские, коренные русские из Ставропольского края, из Кубани. Я это знаю, потому что я лично много раз был в Крыму и общался с инсердерами, которые просто в этот день посадили на поезда и сказали «Сейчас мы вас привезем туда-то». Выгрузили, привезли в поселок и говорит «Я еще зашла в дом, а там еще был теплый камин, потому что за день до этого забрали татар, просто посадили в поезда и полмиллиона человек вывезли в Сибирь». Такие были методы у товарища Сталина. И вот в Крыму было много русских этнических, в Крыму был Черноморский флот России, огромное количество агентов, в том числе внедронных вооруженные силы Украины. И Крым Россия забрала в том числе, потому что никто не хотел его защищать. 90% военных в Крыму это были местные жители. Их убедили тем, что если вы будете сражаться, зачем вам погибать, лучше сдайте свою страну. Плюс они были демокализованы тем, что происходило в Киеве. С Восточной Украиной уже так не получилось. Там планировалось сделать опять-таки народное типа восстание, референдум 11 мая и типа значит вот тоже хотим к России. Однако Путин недорассчитал. Во-первых, на него началось очень серьезное давление мирового сообщества после НФС Крыма. И Путин побоялся сюда ввести войска тогда. Он поставил ставку на вот таких вот спящих агентов, которые начали типа мутить народ. Вот по состоянию на 9 мая, когда произошел путь в Мариуполе, примерно контролировали террористы 80% территории Донецкой Луганской области, на которой проживало более 6 миллионов человек. Вы помните эти дни? 10-11 мая, когда ограбились банкоматы, значит обеспеченные люди прятали свои иномарки, потому что их просто тупо забирали. И в городе процветал бандитизм. В Мариуполе слава богу это город образованных людей, инженеров, интеллектуалов, высших вузов. И здесь они не нашли достаточной поддержки. Террористов было всего 150-200 человек, и мы смели, в ходе спецоперации 13 июня. Путин увидел, что поднять изнутри народ не получается, тогда он начал присылать наемников. Начали показывать в России сюжеты, если вы слышали такой сюжет, что в Славянске украинская военщина распяла трехлетнего мальчика, а его мать таскала за танком три круга по площади. Кореннейшая ложь, вранье. Естественно, приходит армия освобождать город, для того, чтобы людям сделать что-то хорошее, начинается с того, что распинают трехлетнего мальчика. Даже в России это не поверили. Тем более, когда я нашел эту тетку, которая это все сделала, оказалось, это алкоголичка, которая даже собственной семьей не могла управиться. Жаловалась на мужа, который избивал она, сама жительница Славянска. Эта алкоголичка еще, добавка всему, написала заявление на собственную дочь 16-летию, что у нее украла 1 тысячу гривен. У нас был загнанок, милиция. Вот это моральный облик людей, на которых делается такая пропаганда. Я уже не говорю за то, что в России даже разыгрывали людей, то есть просто брали люди, которые русские актеры, играли, заявляли, что они несчастные, беженцы из Мариуполя или из Янакиево и так далее. То есть Путин пошел четко по пути фашистской Германии, Советского Союза, чем больше ложь, тем больше не веришь. За счет этого начали вербовать наемников, везти сюда чеченцев, кавказцев, доистанцев и опять-таки коренных русских, которые считают, что Украина это недоразумение. Они все ехали нас защищать, только почему-то эта защита закончилась гибелью всеми ни в чем не повинных людей вчера в Саркане, разорвала на куски выстрелами из реактивной системы РАД. Так вот, в конце концов наша армия была настолько слаба, настолько разобщена, что когда посылали первое подразделение окружает Славянск, если вы помните в середине апреля, то 10 танков БМП просто солдаты отдали, даже когда их просто окружили и даже не стреляли. Потому что все еще разорвало. Армия, она не делается быстро. Когда ее полностью разрушили, а что такое армия? В первую очередь это дух людей, дух солдат. В вторую очередь это их техническое оснащение. У нас танки, БМП, бронетранспортеры, которым 30-35 лет, как минимум. Самолеты все старые. Понимаете, что обычный легковой автомобиль, которому 10-20 лет, он уже плохо работает. Не говоря уже о боевой технике, которая выпущена была на советских заводах, зачастую не слишком высокого качества. Так вот, в итоге мы начали выдавливать террористов и операция по Деловайскому, который уже стал притчей в Альзыцах, это была операция, которая должна была завершить окружение террористов в Донецке. Были планы по освобождению Донецка, для этого перекрыли дорогу Донецк-Луганск, перекрыли дорогу Донецк-Мариуполь, осталось перекрыть дорогу вот эту вот Донецк-Зугрес, снежной ТРС России. По-Долугайскому как раз террористы понимают, они давали нам это сделать. И в общем, Путин понимал, что еще немножко, и мы окружим Донецк, освободим его, и тогда русские задают вопрос Путину, как же так? Россия помогает несчастным жителям Новороссии, такая большая Россия, у нас так много оружия, мы такие сильные, а эти укры, или укропы, как они нас любят называть, нас выдавливают. Поэтому Путин вел свои регулярные войска, и теперь мы подходим к вашему вопросу. Против российской регулярной армии, и наша армия, которую только создавали с марта месяца, противостоять не могла. Российская армия финансируется 50 раз лучше украинской. В России огромный бюджет, благодаря не в те раз. У них новая техника. Могу сказать, что танк Т-72, который захватили наши разведчики под Оловайском, там была табличка, выпущенная в октябре 2013 года. У нас всех новых танков, знаете, сколько за 23 года поставил? 10 штук. За 23 года. Вот. Это то, что я говорил. Он не хочет кормить свою армию, и будешь кормить чужую. И после трагедии в Оловайске, когда русские окружили наши войска, а наши толстозадые генералы вовремя не приняли решение их отводить, хотя там элементарно, если я вам сейчас показал карту Оловайска, там не надо быть даже полководцем, там все просто ясно и понятно, что если враг заходит тебе в тыл, то ты должен уходить. Иначе тебя окружат, и ты не сможешь получать боеприпасы, подкрепления и так далее. Вот. Так вот, после этого президент Порошенко пошел на так называемые Минские соглашения, по которым договорились обменять всех предных, это не выполнено. Договорились, что русские войска уйдут с территории Украины, это тоже не выполнено, и они стоят сейчас под Новозовском. Договорились, что пытались договориться о том, чтобы была зафиксирована некая разделительная линия, вдоль которой будут контролировать режим соблюдения ни стрельбы, ни огня. Результат вы знаете. Сегодня будет митинг риквен в 17.00. И в итоге все это нарушено. При этом в переговорах в Минске участвовал мой товарищ, глава следственного управления СБУ, Василий Волков, он мне рассказывал все эти детали. Там переговоры шли с марионетками этими. Захарченко, там Пургим, хотя даже и фамилии никакой роли не играют, через месяц их может не быть живых уже. Уже сменят на других карточную колону. Так вот, они не самостоятельные люди. Вы же сами понимаете, что никакой там реальной Новоруссии нету. Никакого народного восстания там нету. Все указывают, что делать из Кемля. Россия не подписывает имитские соглашения. Путин вообще заявляет, у вас там гражданская война. Я вообще ни при чем. Он галл и лжет, несмотря на то, что его оружием был сбит малайзийский бой на высоте 10 километров. Он галл и лжет, потому что не захватывали террористы такого количества танков и техники в России. Вот на сегодня пока есть некое понимание, что российские войска команды идти вперед не получали, а идут столкновения с другими боевиков, которые то пытаются выбить наших изданий, там где наши ребята там сидят у них как гость в одном месте, то пытаются выбить наших ребят позициям в районе Луганской области попасть на Первомайск, то иногда пытаются что-то сделать под Мариуполем. Три дня назад бойцы разведывателя диверсионной группы батальона АЗОВ подбили танк российский поселок Комсомольское. Знаете, где танк? 20 километров от Мариуполя. Они видели, что каждый день этот танк проводит объезд в определенной программе, там, видимо, обучают террористов из ДНР российские военные как правильно водить танк и стрелять из него. Ночью подложили фугас 8 килограмм протива и танк был взорван. Башня отлетела метров на 50. После чего через час туда приехала какая-то группа с инспекцией понять, что произошло. Потому что, может, думали, что этот танк сам взорвался, молодой полукорий. Получили управляемую ракету ФАГОТ по ихнему бронеавтобилю ТИГ. После чего, говорят, погибло ряд высокопоставленных российских военных и вот теперь они встят, обстреливая мирных жителей. Так вот, Мариуполь сдавать никто не собирается. Здесь собраны лучшие люди, в том числе Добровольческий батальон Азов, Днепр. И такой город, как Мариуполь, мы будем защищать до конца. Важно еще и другое, что настроения людей поменялись. Уже такого, как в мае месяце, в апреле, о, давайте мы пойдем к России. Причем, кто это делал? Пожилые люди или же необразованные люди, или люди с криминальной крошной. А пожилые людям заявлялось, что у вас будет пенсия в три раза больше. Извините, есть понятие еще родины, есть понятие той страны, в которой ты живешь. И, к сожалению, для многих людей пожилого возраста родину они считают до сих пор это Советский Союз. Забывая о том, что Советский Союз, с другой стороны, это была тюрьма для народов. Это была страна, которая уничтожала своих людей в лагерях смерти, варила голодом, бросала в войне, не считая без числа, сколько их погибнет. Могу привести вам пример, что считается, что в войне со стороны Советского Союза погибло 27 миллионов человек. На самом деле, кто точно не знает, сколько. Так вот, немцев погибло 10 миллионов. Ты в разом видишь, почему? А потому, что немцы не занимали города к празднику дню 7 ноября, как Сталин требовал от занятки 7 ноября 43-го года, положил за это несколько сотен тысяч жизней, которые можно было сохранить и так далее. Поэтому такая проблема есть, но в целом различительная линия есть и мы ее держим. Будем уничтожать врагов, которые идут через нее. Вот так. Прошу. Пожалуйста. Доктор Дон, скажите, пожалуйста, каковы ли вы видите процедуру проведения иллюстрации? По вашему мнению, не будет ли она противоречить принципу презумпции невиновности? А вы юрист? Да. Очень хорошо. Значит, я вам отвечу. Право, это очень тонкая наслойка над человеческими отношениями, выработанных течением миллионов лет и выросли. Путин показал всему миру, что право для него не стоит ничего, все международные договора не стоят той бумаги, на которой они написаны. Что касается закона иллюстрации, этот закон нужен для того, чтобы от власти могли прийти новые люди. Например, вы, как и закончили институт, могли пойти работать, например, замначальника управления юстиции Донецкой области. А сейчас вы туда не пойдете, потому что там есть люди, которые там работают целыми поколениями. Еще у нас есть очень плохой принцип, когда, знаете, генерал качает свою внучку на коленках, а внучек говорит, дедушка, я буду генералом. Нет, а я могу стать маршалом? Нет, ты не сможешь, потому что у маршала есть свой внед. Так вот, надо порочную практику разбить. Закон иллюстрации нужен для того, чтобы от власти ушли равнодушные люди. Я объясню, почему равнодушные люди. Вот я бываю часто на телеэфирах, недавно был телеэфир с академиком Семеновичем, такой известный академик, ученый. Он говорит, ну как же так? Есть столько людей, которые не совершали никаких преступлений, они просто работали, делали свое дело во время управления Януковича. Хорошо, тогда у меня вопрос. Есть понятие, что если тронится зло, если ты молчишь и не мешаешь, значит ты соучастник этого зла. Понимаете? И я хочу сказать, что проблема та, что у нас у власти начиная с советских лет были люди равнодушные, которым если надо было на черное, а сказать белое, под угрозой потерять свою должность или кормушку, они говорили на черное, белое. А людей, которые имели свою точку зрения, огнобили. Понимаете? Вот я сейчас объясню, зачем нужна адрестрация. Как-то я был знаком в Харьковском исполкоме с одним мужичком. Мне было за 50 лет и как-то разговаривали за чашкой чая. Я его спросил, кто вообще по жизни. Он начал рассказать, как он в 91-м году выселял коммунистов из обкома. Я говорю, а почему вы так не любили коммунистов, почему-то произошло. Вы знаете, мне советская система дала все. Я был главным инженером завода, где работало 15 тысяч человек в Харькове. И потом меня вызвали в Москву, в Министерство тракта на общественном расстоянии, к одному чиновнику, который сказал мне, что вы такой хороший главный инженер, что я хочу вас сделать директором завода где-то в Красноярске, в Харькове. Я понимал, что это почет, уважение, но мне хотелось жить в Харькове. Я сказал, я не хочу, извините меня, я не хочу. Когда я приехал на следующий день, меня уволили со всех постов, и я несколько лет был безработным. Жил на зарплату жены, которая была учительницей. Меня распутали в порошок. Потому что так строилась советская система, где человек был винтиком, его права никого не интересовали. Так вот, у нас сейчас до сих пор еще действует многое из пережитков советской системы. Почему? А потому что так сложилось, что у народа Украины не было критической массы людей, которые повели у него. Первый президент Украины Кравчук, секретарь по идеологии ЦК КПСС. Как он мог устроить новую страну, если он всю жизнь прожил при коммунистических понятиях? Второй президент Украины Леонид Данилович Хучма, главный портор завода Южмаш. Аналогично. Всю жизнь при советской власти придумал. Знаете, чем еще плоха советская власть была, я еще пример приведу. Читал замечательную книгу про этих самых при Сталине было шизофрения напоследок. Он за 3 месяца до смерти обвинял, что, мол, есть врачи, которые, типа, убийцы. Слышали о том, да? Дело врачей-убийцей. И сотни врачей-академиков, которые лечили тысячи людей, посадили в тюрьму. Так вот, я читал биографию одного человека. Это он был патологоанатом. Вроде бы, как можно осуждать патологоанатом? Он трупы режет. Этому профессору, доктору наук, когда он говорит, я же не мог убивать, я уже это... Нет, ты участвовал в схеме сокрытия убийства высших партийных чиновников тем, что писал неправильное заключение причин смерти. Ты знал, что их убили твои друзья, и ты об этом писал. Ну, слава богу, не били пожилого этого человека, но что интересно, он просидел два месяца в тюрьме, и как раз в этот момент умер Сталин. Его выпустили из тюрьмы. И он приехал домой, позвонил на работу, что хочет прийти на работу. Он говорит, подождите, подождите, давайте еще через два часа. Потом, когда он приехал на работу, понял, почему. Таблички меняли. За эти два месяца уже все с ним попрощались и все его прокляли. А потом ему рассказывали, как на партийных собраниях те люди, которые с ним проводят 20 лет, выступали. Какой это был негодяй, какой это был предатель. Мы понимали, что он предатель, но вот, понимаешь, не выявили до конца. Вот так вот строилась советская система. Уничтожение человека человеком. Или возьмите историю про Солженицына. Это академия, которая, говорят, Нобелевская премия. Этот Солженицын, как он стал Солженицыным? Он воевал, был капитаном в Советской Армии. В 1945 году уже воевал на территории Германии, был артериалист. И он в своем письме своему другу написал другой фронт, о том, что он считает, что товарищ Сталин ошибается. Пришли к нему, отобрали оружие, скрутили и дали 10 лет тюрьмы. 10 лет тюрьмы. Просто за то, что у него другая точка зрения. В итоге он увидел, что такое слагерная система, сколько там гибнет людей, что эта система не считается ни с чем. Ну и так далее, и так далее. Так вот, еще раз, вот эта вот советская система, это есть причина того, что мы есть там, где мы есть. Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Польша, Венгрия сразу же провела у себя иллюстрацию по теме коммунистов. Они убрали своих коммунистов от власти. И они пошли в Европу, и они развивались. А мы же не убрали эту раковую опухоль коммунистическую. И они до сих пор остаются на своих постах. До сих пор считают, что коммунизм и Советский Союз это было хорошо. Почему? Потому что им было хорошо. Они были на высоких постах, а другим людям было совсем нехорошо. И вся советская система была построена на лжи и обмане. Вот в этом причина. Эти люди привыкли лгать и обманывать. Сейчас у нас есть шанс избавиться от такого рода людей, которые как старого поколения, так и работали по системе Януковича. И еще раз повторяю, это равнодушные люди. Вот еще вам один пример приведу. Есть замечательный фильм, кто хочет действительно из юристов вообще окончательно проникнуть в эту тему. Вам особенно рекомендую. Это Нюрнбергский процесс. Зайдете с нарушением авторских прав на сайте EX.UA. Значит, нарушив авторские права, посмотрите этот фильм. Это у нас еще отдельная тема, что у нас в стране грабим весь мир. Мы не платим роялти, ничего-ничего. Отдельная тема. Да, так вот. И там есть фильм Нюрнбергский процесс был большой, где судили Гиммлера, Гиммлер покончил с убийством, Геллинга и прочее. А их было еще 13, где судили армейцев, офицеров, и был суд над судьями. Очень интересно. Этот фильм о том, как судили немецких судей, которые принимали решение, например, об уничтожении в Германии приняли закон о расовой неполноценности. Было казнено 40 тысяч немцев, которые были больны синдромом Дауна и так далее. В Германии была принудительная констрация для евреев, например. Эти судьи принимали такие решения. И масса-масса других законов, которые уничтожали самих немцев. И было интересно, что судили порядка 20 судей во главе с министром юстиции Германии. Эти судьи выступали. А почему вы нас судите? Мы выполняли законы Рейха. Были приняты расовые законы, по которым, например, можно было казнить еврея, который женился или имел половые отношения с немкой. И, например, судья один казнил еврея решением суда, потому что он нарушил расовый закон, а женщина немка его любила. И эта немка выступала в суде и рассказывала, что я его любила. Я была домохозяйкой у одной фашистской сановницы. Та увидела, как мы с ним целуемся. Его забрали, его казнили. И вот тоже был вопрос, что юридически эти судьи говорят, типа, ну мы же выполняли закон, мы же не придумывали эти законы, а законы принял Рейхстаг, а Рейхстаг типа был, избрали люди. И вот все-таки их осудили на длительной сроке заключения. И потом встал министр юстиции фашистской Германии и сказал, я признаю свою вину. Я признаю свою вину, а он был еще, что интересно, там председателем суда был американский судья, который учился на книгах этого министра юстиции Германии, который выпускал их еще задолго до фашистского рейха, то есть были такие труды, которые имели значение в целом для становления права как науки мировой. И вот ему было даже интересно понять, как же так, человек, который был ученым, правоведом, и он освещал своими решениями вот этот беспредел фашистский. Этот министр юстиции встал на Германии и сказал, я признаюсь во всем, я виновен, потому что я был равнодушным, потому что я видел, как Германия катится к страшной катастрофе, я молчал. Вот поэтому нужна иллюстрация, чтобы убрать тех людей, которые молчали. Еще очень люблю такую фразу, которую говорил чешский патриот Юлиус Фучек. Это чешский писатель, его забрали из Таповца, в 42-м году казнили, за несколько дней до смерти он написал в своем дневнике, который сохранили его сокамерники. Люди, будьтесь равнодушны, именно с них, именно с их молчаливого согласия творятся все самые страшные преступления на земле. Вот зачем иллюстрация нужна. Что нужны люди, которые на черное скажут черное, а на белое скажут белое. Вот это важно. Пожалуйста. Ответы пространные, но тогда вы уже понимаете, как я мыслю. Прошу. Я к вам такой вопрос. Принятие пакетов антикоррупционных законов способствует ли уменьшению коррупции в Украине? Самое главное, мне очень приятно, что студенты, вы знаете эти нюансы, детали, это очень приятно, что вы следите за новостями. Это правильно. Современный человек должен владеть информацией и уменьшить ее анализировать. Это прекрасно. В чем вопрос борьбы с коррупцией? Значит, есть такая замечательная книжка, рекомендую всем прочесть. Называется «Ликван Ю. Как мы перескочили из третьего мира в первый». Это человек, который сделал Сенгапур из маленькой английской колонии одной из богатейших стран мира и успешнейших. Вот он там рассказывает. «Хотите навести порядок в коррумпированной стране, посадите трех своих друзей». Эту фразу произнес президент Петр Порошенко, когда президент прокурора в Верховной Раде рекомендовал ему, как Ликван Ю, посадить трех своих друзей. Мы уже видим нескольких замгин прокурора, которые там с бассейнами, с угодьями, но пока не видно, чтобы их сажали. Так вот, вопрос не в том, как написан закон. Вопрос в том, какие духовные качества и моральные тех людей, которые обязаны следить за его выполнением. Я приведу вам пример. Лет 7 назад ввели систему «Визирь» для фиксации на этих самых превышения скорости. Ну, стояли гаишники с такими фенами, помните? Значит, фотографировали, тебя не останавливали, но ты получал домой квитанцию с фотографией с повышением скорости. Я за месяц получил штук 7 таких фотографий, попал 1000 на 2 гривен, ну, вот, любил быструю езду, причем у меня слово часто на есть в таком месте, где дорога 4 полосы, ну, там невозможно ехать там 60 или 70, там все летят 100. Потом, через какое-то время это отменили. Причем умные правозащитники, юристы начали подавать в суд что-то нарушение права гражданина, что он там не давал согласия, что его там не известили. Но, ну, как эта система действовала? Во-первых, первыми стали возмущаться судьи, прокуроры, начальники милиции, потому что они тоже стали приходить на такие же штрафы. Раньше их останавливали, запрещаясь, они показывали удостоверение и ехали дальше. А тут, понимаешь, они вызывали начальников ГАИ, говорят, ты что, охренел? Я не буду платить эту фигню. Доходило до того, что начальники ГАИ собираются всех деньги и оплатили штрафы за прокурорный суд. Понимаете? Закон, то есть, хороший, правильный, да? Вынужден сделать так, чтобы система это работала, а она извращенно работала, да? И по поводу антикоррупционного закона. Почему коррупция страшна? Это вот очень важный вопрос. Уже некоторые думают, ну, помогали взятку, если я готов ее дать, типа, я получу то, что я хотел, ну, все нормально. А есть некоторые страны, которые без коррупции не живут. Например, в средневековом Китае там должности официально продавались. Кстати, как еще в Османской империи всего 100 лет назад. То есть, захотел стать судьей, заплатил, встал, подпиваешь, платишь налог. Да, в Турции там был даже налог на взятки при султанах. Вот так вот работала система. Только потом, как только Турция начала участвовать в Первом мировой войне, развалилась, потому что она была настолько слабым государством. И, кстати, Украина слаба сейчас потому, потому что она пронизана коррупцией. Почему? Коррупционер – это равнодушный человек. Для него важно получить с кого-то материальную выгоду, чем сделать то, что он должен сделать по закону. Так вот, я еще привожу пример. У кого есть телефоны, типа iPhone? У Дмитрия? Да, хорошо. Немного, но хорошо. Пусть будет больше. Так вот, вопрос. Кем был Стив Джобс? Знаете, автор ПП Цепа? Это был подкидыш, который был в детском доме, которого взял на воспитание семья, где мать была домохозяйством, папа, просто механик. Этот человек 26 лет стал официальным миллиардером. Стал бы он им в современной Украине? Нет. Его удел был бы, в лучшем случае, программист с зарплатой тысячи долларов. Почему? А потому, чтобы, как только он захотел бы зарегистрировать товарный знак, свое право на разработку, значит, как он там, первый компьютер в гараже выпускал, пришла бы с инстанцией, сказал бы, что в гараже делаете, типа, ни в коем случае, делать нельзя и так далее. Прокуратура и прочие органы. И никогда бы он не продонулся вперед. Это результат коррупции и зарегулированности. Когда, например, людям надо создать условия, чтобы они могли работать и им было выгодно платить налог. У него, например, кстати, вы ему Facebook подписаны, нет? Никто? Значит, рекомендую, Антон Яращенко, находьте, подписывайтесь. Мне пишет Facebook человек, значит, у меня, значит, вымогают, например, Петровске АП в 20 тысяч ривен. Я говорю, а почему вымогают? Ну, потому, что у меня нет каких-то разрешений, дозволов, лицензии. Я говорю, может, надо их оформить, тогда с вас не будут вымогать. Но если я их оформлю, то я буду работать себе в убыток. Ну, кстати, это еще большой вопрос, убыток или нет. Значит, я ему говорю, так хорошо, тогда давайте мы возьмем на взятки этих сотрудников, которые у вас помогают деньги. В ответ была тишина. То есть, у нас многие люди сами готовы платить коррупцию, потому, что на самом деле он не приврал. Ему выгоднее заплатить взятку проверяющему органу, чем платить налогу. И это огромная беда, которая заложена в сознании наших людей. Я объясню, почему. Когда Янукович баллотировался президентом, я взял его декларацию. Только не падайте со стулья. У него был доход 30 тысяч рублей. В 2009 году. Ни квартиры, ни машины, один гараж в Киеве. И все. И то по ошибке видно за него. В котором он жил. Ну, в котором он жил, да. Потом, через два года или два, увидели, что это как бы смешно получается, ему зачислили 16 миллионов гривен. Вот. За счет гонорара, за книгу, которую он еще не написал. Причем это было полгонорара, потом в следующем году еще 16 миллионов. А народ же сравнил, что дело в том, что Билл Клинтон, президент США, получил миллион долларов. В два раза меньше за уже написанную книгу. А наш президент, гонорар 4 за еще не написанную. Я эту книгу видел, кстати, и выпустили. Знаете, что это была за книга? Это был сборник фотографий. Просто номер фотографий. Янукович с Путиным. И там два абзаца. Навстречу, Беловежская куща обсуждает. Вот эта вот книга, за которую Януковича заплатили донецкое издательство, 32 миллиона гривен. Вот так вот. И, конечно же, наши предприниматели, понимая, что грабят, в первую очередь, высшее руководство страны, они тоже не хотели быть сегом. Поэтому наш президент, наш премьер-министр, наши депутаты должны давать пример уплаты науков. А те, что касается антикоррупционного законодательства, охота науковать тем, что раньше по антикоррупционным законом чиновник, кандидат депутата, должен был заполнять декларацию о себе. Но чиновник писал, что у него ничего нет. Зато у его тещи было все. Соответственно, этот закон вводит правило, что все родственники чиновника, кандидата депутата, должны заполнять декларации и показать, что у него есть. Почему? Потому что, если он не может доказать, что он может обслужить все это, ну и с деньгем это все, Тогда он будет и где брать? Правильно, грабить простой народ. Это известная история про гангстера Аль Капоне, который, говорят, убил, так или иначе, около 400 человек, ну его банды. Его посадили за ним плату налога. Доказать непосредственно участие в убийствах не получалось, потому что все, кто был свидетелем, как правило, не доживали до суда. А вот бухгалтерскую книгу, бухгалтерам, удалось разговаривать, и Аль Капоне дали 10 лет за ним плату налога, потому что сравнили его доходы, расходы, и оказалось, там не бьют. Поэтому этот закон очень важен для того, чтобы уже никто не мог скрыть свое реальное материальное положение. Чтобы прокуроры давали объяснение, почему они ездят на автобиге за 100 тысяч долларов, потому что это его зарплата за 10 лет вперед. Понимаете, да? А с другой стороны, зарплата чиновника должна быть такой, чтобы она позволяла ему нормально существовать. Я, допустим, как предприниматель, обеспечил себе какую-то там безбедную жизнь. Яхт самолетов нету, но покушать, так сказать, в ресторане могу ребенка садить в кино тоже. Поэтому важно, чтобы у нас государство создало такие условия для работы чиновников, потому что вот девушка пойдет в юстицию работать, у нее там будут зарплаты 1500 рублей. Что он у нее сможет сделать? Две лобных помады, один, наверное, недухи в месяц, и все. И зубы наполнили. Так вот, значит, продукты. Поэтому эти законы очень важны. Но важно, чтобы они просто были, а чтобы еще соблюдали эти законы. Ну, напоследок, сейчас вам какой-то вопрос, напоследок еще время есть. Расскажу шикарнейшую историю, пишет мне человек. Я ехал в парайцентр в Сумской области, не включил в 3 часа ночи фары. Я остановил АГАИ, а фары я не включил, потому что у нас и так там светло к огню, у нас работает свет. Остановил АГАИ, говорят, штраф 450 гривен за не включенные фары. Но за 200 гривен мы тебя отпустим. Я им дал 200 гривен. За что мы стояли на Майдане? Четыре восклицательные знака. Но я, подившись на экспрессии такой, я даже не стал ему отвечать, я сделал лучше. Я скопировал то, что он написал, и написал пост в Фейсбуке. Написал пример того случая, когда человек не понимает, что мы на Майдане стоим как раз за другое. Что если ты нарушил, то заплати 450 гривен, но что ты нарушил, и эти деньги пойдут в бюджет, и на эти деньги будет нашим солдатам куплена форма, или сапоги, или будет заправлен танк. Но вместо этого эта сволочь заплатила 200 гривен взятки гришников, которые тоже сволочи, конечно. Но начинать надо с себя. Этот товарищ мне потом гневно, когда этот пост вышел в Фейсбуке, пользовался большой популярностью, писал, вот, типа, я вам душу открыл, а вы, я наоборот, показал, что вы не правы, так делать не надо. Остановил гаишник, если ты не прав, будь добр, заплати, ну не пишу, штрафы большие. Да, штрафы относительно пенсии бабушки, 450 гривен, пенсия 1150, да, большие. Но бабушки, как правило, не ездят на автомобилях. И если у тебя есть деньги на бензин, будь добр, соблюдай правила, потому что если ты не включил фары ночью, то у тебя может кто-то врезаться на другое, погибнуть люди. Например, вчера ночью под Харьковом автобус столкнулся с грузовой машиной, 8 человек ушло из жизни, и десятки раненых. Может быть, там тоже кто-то не выключил фары. Так вот, важно понимать следующее, что строгость законов Украины компенсируется их невыполнением. А вот я иду в Верховную Раду, и Сергей Алексеевич, второй кто идет в Верховную Раду, и наши побратимые боевые командиры отрядов, чтобы мы соблюдали законы, чтобы строгость закона не компенсировалась их невыполнение. Вот так. Прошу. Давайте те, кто еще не сдавал. Вот, я немножко насущно, очень сейчас волнуют всех людей, ситуация с Павловолем. Это очень значимый начинальный пункт. Чем Павловолем? Павловолем, да. Там находится водохранилище. И как бы сейчас там находится наш иноинный, контролируя его, они могут либо лишить наш город системы водоснабжения, поемные еще, российские или наши? Наши. А что вы так удивляетесь? Ничего не, он 25 километров вверх в русских. В общем, если какая-то пройдет ситуация, которая выйдет из-под контроля, либо мы лишимся системы водоснабжения, завода системы охлаждения, либо же наш город смоет с лица земли. И вот очень волнует вопрос, потому что очень часто в СМИ по телевизору слышится, что Павлополь это нейтральная зона, но ведь это украинская земля, и очень люди переживают о том, что вдруг это будет в душе. Хорошо, а вы учитесь на кого? В юрисе. Тоже юрисе. Вы беспокойтесь за систему водоснабжения. Это хорошо. А почему вы неравнодушный человек? Вот такие люди нужны сейчас новой власти. Что касается смоет весь Мальнуполь, ну это, мягко говоря, большое преувеличение. Это, скорее всего, не очень большое водохранилище. И я думаю, что, конечно, хорошо будет и все равно сохраниться, и будет дальше снабжать город Ватой. Война не щадит ничего и никого. Тем более, когда в руки террористам дал Путин огромное страшное оружие. И, может быть, всякое. Мы будем надеяться о лучшем. Могу сказать, что когда 16 июля я сидел в кабинете, у одного замминистра, и мы позвонили из СБУ и сказали, переговором террористов говорят, что сбили какой-то пассажирский самолет. А в этот день, за 4 часа до этого, я получил фотографии из города Снежного, что по улицам этого города ездит установка зенитной ракетной системы. Я люблю всякие военные штучки. Я просто по фотографии знал, что они там были. И я понял, что Путин дал террористам оружие, которое позволяет сбивать самолеты на высоту от 20 километров. Раньше у террористов были переносные зенитные комплексы, труба, которая на плечо набрасывается, но они стреляют на высоту до 4 километров. Сбить пассажирский самолет, глядящий на высоту 10 километров, невозможно. Тогда я написал пост в Фейсбуке и обвинил Путина в том, что именно он передал террористам эти установки, именно он виновен в жизни этих людей, в гибели этих людей. После этого в течение 3 часов я дал около 50 интервью, потому что мне на мой телефон начали звонить, я откуда не знаю, но и CNN, и NBC, и BBC, в общем, и Евродьюз. Позвонили все. Я всем это все откомментировал. И мир. Впервые Украина победила в этот день в информационной войне. И Путин в тот вечер был очень грустен, собрал, так сказать, совет и в полупьяном состоянии сказал, что соболезную, так сказать, тем, кто там погиб. Он явно не ожидал, что передача им этого оружия закончится тем, что собьют пассажирские самолеты, 296 человек погиб. Если бы сбили российский самолет, он бы так не переживал. Украинский, тем более. Но сбили иностранцев, иностранцы и правительство обиделись на Россию, на Путина. Все прекрасно понимают, кто это сделал. За сухими формулировками, которые есть в отчете Нидерландской комиссии, там написано так, самолет был поражен телом летящим из гни. Ну, поправитой, конечно же, российской. Это я к чему говорю, что Путин дал террористам, и грады, и смерчи, и пушки, которые стреляют на 20-30 километров. Это может быть всякое. Но будем надеяться на лучшее. Потому что только надежда нас и движет вперед. Кроме того, еще раз повторяю, Путину с каждым днем все не веселее и не веселее. Его идиотизм дошел до того, что они приняли закон на прошлой неделе о компенсации за счет бюджета России средств этим самым бизнесменам, которые будут арестованы за границей. Такого цинизма мы не видели нигде. Даже в Северной Корее. В Северной Корее там расстреливают, если люди плохо плакали на гибели этого самого Ким Чен Ына, или еще кого-то. А вот такого не доходили. То есть, Запад стал арестовывать активы дружбанов Путина за границей. Дружбану Путина обижаются. Он говорит, хорошо. Примем закон, что вся Россия вам компенсировала. Ваш самолет, допустим, который стоит 40 миллионов долларов. Или яхту, которая стоит в Монте-Карло и стоит 100 миллионов. А вот Россия заплатит. Почему бы и нет. Вот та степень глубины идиотизма, до которого дошел Путин, но дошел принц разрешение кого? Российского народа, который безмолвствует. Пока безмолвствует. Но потом это все закончится русским бутом, бессмысленным и беспощадным. В этом я не сомневаюсь. Прошу. Какой еще есть вопрос? У вас был вопрос еще? Да, у меня был вопрос. Но в первую очередь хотелось бы комплимент сказать. Я смотрел ваш телефонный разговор в Жириновске. Очень понравилось. Я старался. Я знаю, что я не это сказал, поэтому я старался. Это действительно понравилось. В принципе, сейчас... Кто те, кто, пожалуйста, а то, что надушновато. В принципе, сейчас вопрос. Дело в том, что, я понял, вам нравятся люди, которые борются за свои права. В принципе, я не... Дело в том, что сейчас... Допустим, сейчас возник вопрос льготных перевозков согласно с постановлением Кабинета Министров в 541-м. Я не знаю, что вы стояли. К бюджетным кодексам 91-й статьей предусматривается финансирование непосредственно местного бюджета. Также в административном кодексе присутствует штраф. Но дело в том, что студентов не хотят провозить за полцены. Как бы... Дело в том, что многие студенты живут в общежитии. Некоторые бюджетники. Пешком не добежишь. Я, в принципе, в основном пешком хожу, но некоторые там с восточного... Понятно. Тяжело им передвигаться. Хорошо. Я вас услышал. На самом деле вопрос касается того, что я уже говорил. Сколько законов компенсируется от невыполнения. В законе сказано одно, что нужно перевозить студентов и так далее, так далее. А он не выполняется. Не выполняется, я понимаю, почему. Потому что сейчас в первую очередь финансируется то, что нужно армии, чтобы заправить танк, купить одежду для солдат. Но у каждого своя рубашка ближе к телу. Правильно? Это вам болит. Я могу сказать еще одно. У нас в Украине то, что нужно будет первым делом наводить порядок после прихода республики, навести порядок с экономикой. У нас очень многие предприниматели продолжают не платить налог. Нагло. Платят зарплаты в конвертах. Не уплачивают. Значит, надо создать такую систему, причем в сжатые сроки, чтобы предпринимателям было выгодно платить налог. Это можно сделать, если будет согласие. Будут налоги, будет наполнен бюджет. Будет наполнен бюджет, будет день в том числе на выполнение обязательств государства перед пенсионерами, перед работниками, перед специальной сферой, перед военными, перед студентами. Не будет наполняться бюджет познан государства, не будет ничего. Это основа государства, это граница для его охраны. Бюджет. Две вещи, на которых основано государство. Вот так. А еще коротко скажу одну вещь, есть хорошие анекдоты, я очень люблю, 1917 год, Петроград, революционные солдаты и матросы бегают по городу и грабят, выходит старушка, мимо пробивает матроса, говорит, сынок, а вы за что выступаете? И к тому бабушка не то, чтобы не было богато, а потом говорит, да, а мой дедушка декабрий сказал, чтобы не было бегло, вот это вот очень важная парадигма, парадигма, когда учился законов, парадигма развития нашей страны такова, что значительная часть людей до сих пор, а я только что приехал в встречу с ветеранскими организациями города Мариуполя, я приехал подбережать здесь, и там есть люди, которые прожили большую, и, как они считают, лучшую часть своей жизни при Советском Союзе, причем мы тогда было столько лет, сколько вам, соответственно, девушки были симпатичнее, еле зеленее, солнце светило ярче, и они до сих пор считают, что так было, как там было правильно, вот, а так, как сейчас неправильно. На самом деле, хорошо там, где есть развитие, где есть экономический рост. Вот я даже еще могу сказать одну вещь, что такое счастье, да, счастье это когда человек чувствует, что в какой-то мере его пожелания в этой жизни исполняются, что он может найти себе работу, которая обеспечит ему возможность взять кредит, купить дом или квартиру, взять кредит, купить машину, и жить нормальной жизнью, просто работая. Когда я называю, что милиция работает плохо, в том числе, потому что зарплаты низкие, нет, ну, типа у всех низкие, ребят, ну, не всем же надо рисковать своей жизнью, арестуя преступников, и, ну, можешь погибнуть при этом, или стать инвалидом. В Америке полицейские, патрульно-постовые службы получают 5 тысяч долларов США. Это необразимая зарплата, столько получают, наверное, директора металлургических комбинатов Мариупы. Ну, почему они так сделали, что у них патрульно-постовые полицейские получают эти деньги? Ну, нет. Значит, у них же это тоже 5 пальцев на руках, ты, два глаза, в Америке левелут. Значит, они могут. Значит, и мы сможем, если захотим, если власти будут честные, порядочные люди, и, главное, те, которые не запятнали себя равнодушием, не запятнали себя преступлениями. Вот так. Прошу. Прошу. Да. Добрый день. Большего вопроса о хороших радах. Хорошо. Добрый день. Меня зовут Молдгалов Дмитрий. Я студент специальности английский язык Илья Артура. Мой вопрос в следующем. В вашем выступлении прозвучала такая фраза, как «начинать нужно с себя». Так, почему же? Вот смотрите, наши политики, которые на каждом шагу кричат о том, что Украина должна объединиться, мы должны быть едины, они создают разные партии и блоки, тем самым они пытаются укрепить позиции не своей страны, а своей партии. Как вы же сказали, они пускают миллионы на предвыборную кампанию. Эти же миллионы можно было бы пустить на восстановление разрушенных городов и так далее. Почему так? Почему бы не начать с себя? Вы любите английский язык, английскую литературу. Значит, вы тогда историю Англии знаете хорошо. Что там было в 1648 году, помните? Не помню. Была великая английская революция, в ходе которой королю Карлу I трубили голову за то, что он нарушал интересы граждан Англии. И после этого в Англии стал работать активно парламент, который вообще-то в Англии был создан в 1216 году. Годы, когда еще был товарищ Рубин. А вот у нас парламент на территории Мариуполя создан был, знаете, в 1910 году. А до этого были цари-самодержцы, которые принимали законы самостоятельно и довели территорию Российской империи до хаоса, до войны и до итоги революции. Которая смела их самих, уничтожила их самих и превратила наше государство в один большой лагерь на 73 века. Есть такой товарищ, вы знаете хорошо, Мистер Черчилль. Я, к сожалению, только на русском читал, но недостаточно хорошо знаю. А вот он написал такую штуку. Демократия не самый лучший вид правления, но никто не придумал лучшего. И лучшее за него сказать никто не может. Потому что система управления обществом прошла генезис от вождя, у которого были руки сильнее, дубинка длиннее. Но этот стиль управления не мог распространяться на слишком значительные времена. До тиранов, которые управляли целыми империями. Только в этих империях была проблемка. Все, кроме тиранов, как правило, жили плохо. Или их могли в любой момент убить или уничтожить. А часто таких товарищей, как Калигула и Нерон, убивали собственные подданные. Поэтому была придумана такая штука, как демократия. И придумали древние греки. В 5 веке до нашей эры. И что удивительно, не доведется быть в Афинах. Посмотрите, как за буквально 80 лет демократии Афины стали известны на весь мир. Были построены парфеноны, агоры. Был построен крупнейший флот. И афиняне отбивали нападения своих соседей. В конечном итоге прославили древнюю грецию века. Благодаря демократии. Рим. Римская империя. С 776 года до нашей эры. До захвата власти Цезаря. То есть примерно 730 лет. Это была... Нет, там сначала были цари лет 200. А потом после свержения Торквиния древнего. Где-то 500 там была демократия. И вот именно при демократическом образе правления. Римные создали мощнейшую юридическую систему. То есть вот знают римское право, да? Которое основано на многом. Они создали гражданский кодекс. Велить понятие права собственности. Но и другие вещи при демократии. Дальше операторы. Они правили Римом как диктаторы. Оставляя законодательный орган Сенак. Так вот никто бы еще придумал лучше. Теперь что касается разных партий. Все люди разные. Вот у вас какой цвет любимый? У меня желтый. Понимаете? Мы все разные. Соответственно кому-то нравится политик женщина, любят и машинку. Кому-то нравится мужчина. Поэтому нельзя всех равнять под нулью. Все эксперименты в создании единственно правильной партии не заканчивались огромным количеством жертв. Пример. Это национал-социалистическая партия Германия. Вторая мировая война. Миллионы жертв. Потому что одна партия сказала, что мы знаем как правильно. И евреям надо уничтожать. Просто так. И цыган. И неполноценных расов объявлений. И за 12 лет вся Европа и весь мир попался в крови. Другая партия сказала, коммунистическая, что мы считаем, что надо все отнять и поделить. Помните, как Шариков говорит, что у меня собачье сердце. Отняли, поделили итог. Спросите у ваших мам, сколько ли им лет надо было стоять в очереди, чтобы купить гарнитур мебельный. Я могу сказать, моя мама ждала 5 лет. Ждали протянутой рукой машины, у которых был дефицит. Работать работали. Деньги зарабатывали. Ложили в банки. В советском банке было на 91-й год 363 миллиарда рублей. Не просто память хорошая. В банке Украины было 132 миллиарда рублей. Почему так много? Мушей потратить было некуда. Товаров не было. Все мечтали купить чешские сапоги, югославскую мебель, немецкий или японский телевизор. Это была мечта. Сейчас у нас все это есть в магазинах. Покупай не хочу, но нет денег. Потому что наши власти, муши, создали хорошие условия жизни для себя, но забыли о народе. Вот надо теперь народ подтянуть к этим условиям жизни. Поэтому еще раз хочу сказать следующее. В современном мире, кроме стран арабских, в которых есть много нефти, и кроме Китая, в котором нет демократии, но развивается экономика, все остальные страны демократические. Есть еще одно интересное правило. Когда демократические страны окружены демократическими странами, между ними нет войны. После 1945 года, вы знаете, Франция помирилась с Германией, и в Европе, кроме истории с Югославией, сейчас с Украиной нет войны. Но в Югославии не было демократической, там был фаталитарный коммунистический режим. Так вот, когда вокруг тебя все страны с демократией, когда-нибудь в России будут тоже демократии, тогда будет полная отступительность, и будет очень хорошо. Пока это не так. Но, что касается партии, кандидатов, которые возбираются и тратят деньги. Для того, чтобы тебя узнали, тебе должны знать люди. Для этого нужно потратить деньги на бирбордах. Кстати, вот Таруто, видите, такие очечки, классные такие. Вообще, молодец, я его похворю вчера, вообще отличная тема. Мы с ним общаемся, и в Ташканском совестии Миреуполе, с собой вообще замечаемый начальник, кстати. Рожусь, я с ним жизнь познакомил. Так вот, еще хочу сказать одну вещь. Есть некоторые страны, которые европейские, они сделали так. Там идет партия на выборы, и из государственного бюджета даются деньги на свою рекламу. Понимаете? Чтобы эта партия не искала кого-то олигарха, кто-то Ахметова, кто-то Таруто, кто-то Коломойского. А из государственного бюджета вашей партии 10 миллионов долларов, в другой партии 10 миллионов долларов. И вы дальше решаете, кто в какой газете платит за площадь, кто в какой газете. Кстати, могу сегодня сказать, что я дал интервью газете «Приазовский рабочий». Оно будет оплачено из фонда партии. Ее почитают 50 тысяч человек. Ну, во всяком случае, если не врут, там такой тираж. В этой газете работают люди. Они должны получать зарплату. Она печатается на бумаге, которая тоже стоит деньги. А ее печатают на компьютере, который потребляет электроник. То есть это тоже стоит денег. Но я хочу донести свои мысли до других людей. Значит, я должен находить деньги и их тратить. Вопрос в том, чтобы это было подотчетно и прозрачно открыто. И мы это оплатим официально из нашего штаба. Мы можем потом углубиться, узнать, откуда взяты эти деньги и так далее. Вот так вот должно быть. Но любая компания избирательная, она требует затрат. Но лучше, чтобы это были затраты официальные на бигборды, на плакаты, а не на раздачу гречки или унитазов, или в Невропетровске позавчера было. Там торгуют костюлями со скидкой 70% от кандидатов. А в Чернигове сегодня поймали за руку кандидатов-депутатов, которые раздавали торты. А уголовная крестьяна? Есть, значит, вчера был проголосован закон Верховной Рады, инициатором которого был об ужесточении ответственности за нарушение избирательства. Вот лично я автор. Кроме того, я автор закона, который принят неделю назад. Это о тотальном аресте имущества террористов-сепаратистов, диверсантов-шпионов. Раньше этого не было. И того, чтобы диверсанты, шпионы, террористы, сепаратисты находились только под арестом. Их не выпускали под домашний арест. Потому что в Харькове задержали одного сепаратиста. За него Царев внес 460 тысяч гривен залога. Сейчас этот негодяй в Москве уже снялся в двух фильмах МТВ про меня. Иет грязь. Совершенно необоснованно. Там посидел. И все. Да, поэтому ответственность есть. И важно создавать такие условия, чтобы... Ну, знаете, вообще, хочешь спасти Украину, забери у бабушки паспорт. Это такая хокма была, когда были выборы Януповича в 2006 году. Ну, хочешь спасти Украину, забери у бабушки паспорт, чтобы она не пошла, только за него не проголосовала. Хорошо. Прошу. Сейчас, 3 минуты, да, с вас... Ну, там же не прямой фильм. Нет, нам нужно... Хорошо, давайте, еще 2 вопроса. А чего Агалюра помолчит? Вот знаете, за счет чего я всегда шел вперед. Еще раз, у меня не было мам, пап, которые меня двигали куда-то. Все. Сейчас вот она, мама, пенсионник, досталась. Так вот, я всегда проявлял инициативу. Если были бы такие собрания, но я, правда, в них в такие годы ваши не участвовал, я бы вообще вопросами все запулил. Кстати, встречался в прошлом году с Луценко, познакомился. Нас пригласили как выпускниковки в Магирянской школе на встречу с Луценко. Я ему задал вопросов 15. Он меня потом сразу же вспомнил, когда уже после победы помочил революции. Ох, вы мне столько вопросов задаете. Задавайте вопросы, получите их ответы. Давайте 2. Вы уже 3 задаете. Если никто не хочет задать вопрос, то да. А есть девушка, вы? Да? Так. Вот кроме этого молодого человека никто не хочет задать вопрос? Чтобы вы задали, потом он повесел. Понятно. Хорошо, давайте вы 2 вопроса задали. Дело в том, что прогнозировали инфляцию до 14%. Насколько я знаю, сейчас она примерно на 4,9. Есть какая-нибудь схема борьбы, то есть сокращение процентажа? Я как раз целых 5 лет учился на экономиста. Я даже знаю, что такое инфляция. Инфляция это рост цен на товароусловие, которые бывают в понятии инфляция обыкновенная. Есть инфляция спроса, инфляция предложения. Инфляция гиперинфляции. Ну, гиперинфляция цены растут в 2 раза за месяц. Гиперинфляции у нас сейчас нет. Есть понятие инфляция спроса, инфляция с предложением. Инфляция спроса, например, всем сейчас раздать по 1000 гривен. Уже прямо говорю, нет, лучше по 10 тысяч. Все побегут в магазины и начнут соревноваться. Наскрутят товароусловие, когда продавцы повысят цену. Понятно, да? Это инфляция спроса. Инфляция предложения, это когда, например, Россия говорит, газ стоил 200 долларов, а техбук 400. Назвестно, это инфляция предложения. Сразу растет цена на какой-то важный товар. У нас сейчас наблюдается инфляция чего? Предложения. Вам нужно доктор экономических наук. Представьте, это и в ФДЦ. Правильно, инфляция предложения. Почему? Потому что у нас из-за того, что экономические кризисы в стране, нехватка валюты. Ну, нехватка валюты, потому что Украина продает на экспорт меньше, чем она потребляет импорта. А есть импорт, который замещаем, импорт, которому нужно отказаться, есть, от которого нельзя. Импорт, которому нельзя отказаться. Бензин, нефть, газ в какой-то мере. Лекарство. Потому что если человек болеет, он их купит за любые деньги, если они у него есть. И из-за того, что у нас недостаток валюты в стране, то растет цена на валюту. Те, кому нужно купить валюту, кто бы заплатить, отдать больше гривен за нее, из-за этого курс доллара такой высокий. А когда идут эти колебания, то это еще идут, потому что наши банкиры, они патриоты. Они хотят больше зарабатывать, пока остальные не зарабатывают. Так вот, у нас идет инфляция предложения. И на самом деле, по-моему, инфляция предложения гораздо больше, чем вы говорите, потому что при таком статичке курса доллара цена на лекарства, например, она ставит, цена на лив тоже. Поэтому я боюсь, что инфляция будет значительно больше 14%. Ну, мы многое пережили, это переживем. А вот обстрел градами поселка Сартаны не пережило 7 человек. Поэтому с этим надо смириться, затянуть потужие пояса всем, начиная от президента, заканчивая гражданами, и вместе защищать свою страну. Мы защитим страну, получим развитие. И напоследок, а хорошие. Так, у кого телефоны Самсунг? Понятно, прекрасно. Они где сделаны? В какой стране? А? В какой стране? А географию, как не учат юристов, они сделаны, как правило, в Южной Корее. Ну, правда, мы уже в Китае, но Самсунг из Южной Кореи. Южная Корея, Северная Корея была разделена в 1953 году. Там была огромная война по имени его человек. У нас тут, я уверен, не будет, у нас все будет чуть полегче. Так вот, Северная Корея, туда пришли коммунисты, типа как Путин, Советский Союз, китайцы, и сказали, мы там устроим коммунистов. Что вы знаете из Северной Кореи? Что там голодают, второе, что там не северная бомба. Ну, иногда ракеты запускают, но они далеко не летят, попадают в океан. Потому что голодные инженеры не могут делать хорошую продукцию. Второй вопрос, это Южная Корея. Автомобили, Kia, Hyundai, Deo, откуда? Южная Корея. 70% мирового торгового плота строится в Южной Корее. Технологии, электроника, телевизоры, телефоны и так далее, Южная Корея. Вот у нас есть шанс стать Южной Кореей. Если к власти приходить молодые люди, энергичные люди, которые хотят сделать жизнь не только свою душу, но и жизнь всего народа. Для того, чтобы вы не плевали в спину к предыдущим президентам, или Януковичу, которые скрываются и всю жизнь телебречен жить в Москве. А чтобы этих президентов уважали, поверите, то он везде ездит в Бюлклинт, ему радуются. Джордж Буш, ну тот не ездит, потому что плохо выступает, но ему тоже радуются. Вот и все. Поэтому построим Южную Корею в Украине. Вот это мой вопрос. Все. Значит, если что, решите голосовать за меня, партия Народный Флот номер 5. Не решите, тоже ничего страшного. Все. Спасибо. Спасибо.